выходит я все-таки добралась до земли глава 2 письмо изумрудного кролика кролик юкай пришел в сознание но на низгин соки ох ох нет 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 ты что-то ищешь это же моя роба я не собирался и возвращать даже бы если даже бы если ты не просила ты вредина хлопень что как это ты это же ты помогла мне вчера верно позволь мне выразить свою благодарность спасибо что я хорошо выспалась поэтому они затянулись твои раны уже зажили наперед все читаю и правда выглядит выглядишь бодро должно быть здорово быть у кем быстро поправляться какая да я правда и кай а если не кай так тоже неудачно ударившийся кай может местные кролики выглядят не так но я слышал что они выглядят именно таким образом и поэтому изменил свою форму чтобы ну извините так получилось просто слегка столкнулась с космическим мусором перебрала лишку и случайно врезалась в это если что такое космический мусор или что-то вроде того впрочем если твои уже рано в порядке я думаю нет смысла показывать тебя доктору доктор вчера я укрыла тебя футоном поэтому спать было не под чем и решила слетать за доктором правда меня прогнали и поэтому сегодня мне хочется спать и все она сразу сила так и упала изумрудный кролик изумрудный кролик что пробуждает нести время грех греха 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 и будешь спать весь день станешь и каем я всю ночь не спала так что оставь меня в покое перебрала что что шея отлежала моя роба пропала чего откуда тебе стало известно что он и кролик как вообще земля не может произносить имя правильно тебе не стоит того произносить так часто ты знаешь имя но кто я назвала его чтобы проверить действительно ты умный кролик тык-тык-тык зовут на земле чан-не так что впредь пользуюсь этой фирме форма имени чан-не программа чан-не кажется да это то о чем мне когда-то рассказывали на сегодняшний день угроза угроза убийца полона посланного людьми полностью ликвидирована однако надвигается новая угроза китайской луной экспедиции известный как программе чан-не аполлон была именем бога солнца столица луны и столица солнца никогда не имели общих интересов в этом лунную столицу так и не нашли однако имя чан-не принадлежит реальной персоне которая заточена в лунной столице и по сей день программа с таким именем имеет все шансы крайне негативно сказаться на лунарианцах в то же время большинство лунных кроликов толку толкут эликсир чтобы искупить наказание чан-не мое имя якогора эликсир бессмертия испитый чан-не которому служат изумрудные кролики а также эликсир принятый лунной принцессы изготовленной мной не знаю помнишь ли ты это та самая преступница что сбежала из лунной столицы много лет назад вот это совпадение вот это удача удача хочешь поймать беглого преступника получить награду нет я бы не стал делать ничего такого точнее не смогла бы это сделать нет видите ли мне очень повезло думал вы можете помочь мне спрятаться а ты весьма эгоистично так тем временем в храме хакурей так что это за роба захотелось стать небожителем она пропала и этот кролик вместе с ней ух давай сначала прошлой ночью я нашла сверкающую робу и укая кролика в придачу я принесла кролика роба домой но похоже тот кролик был тануки или кицуная кицуная форме кролика а пока я спала этот лже кролик сбежал вместе с сияющей робе я подумал что нужно лучше следить за вещами как бы чего не украли но тогда я устала настолько что захотела спать как только как только прибыла отдохнуть вообще проба такой легкой и красивой разве это так называемая роба не была собственностью кролика как обычно твоим мотивам не хватает здравого смысла кое-что из этой истории я все-таки поняла чего может тот кролик сбежал потому что почуяв тебе вора но она была моей какое-то время тем временем в лесу спрятать тебя значит тоже сбежал от них мы сыты по горло работой по искуплению грехов чаны я не знаю сколько еще будут нас заставлять делать эликсир но я слышал интересный слух я знал что вы слышали об этом революции а я знал что вы слышали об этом а еще говорят что лидер повстанцев где-то на земле то есть по всем признакам это я понимаю что ты хочешь сказать хорошо война беспорядка захлестнула но даже сейчас жители луны возбуждены слухами о грядущих переменах некоторые считают что что за беспорядками стоят мудрец стоит мудрец сбежавший на землю что это ответственный удар айрин я кого-то выставив беглеца в качестве вдохновителя можно контролировать граждан и поддерживать хотя бы какой-то порядок возможно это всего лишь легенда однако я не могу спрятать тебя здесь пасти но я не стану принимать участие в восстаниях или какой-либо агрессии меня больше не интересует политика луны уверены я хочу сказать теперь мне известно где вы находитесь я ты должна можно быстрее вернуться на луну поскольку ты лунный кролик который не сможет забыть о луне я никак не смогу тебя здесь спрятать так и все-таки интересно кто же стоит за всем этим кто атакует столицу и выставляет меня злодеем правда то есть вы не имеете отношения беспорядка на луне я кого-то я не лгу но после этого побега не будет нелегко вернуться на луну никто бы не заметил гибель одного или двух первых лунных кроликов от столкновения с космическим мусором поэтому зачем мне тебе врать простите по горосам но все же у меня есть к вам дело дело которое поможет оправдать ваш побег на землю почему вы почему вы хотите чтобы я вернулась на луну я видела как ты спустилась сюда по лунному колодцу лунный колодец это инструмент который позволяет перемещаться между землей и луной и наоборот слушайте вот это вот предложение ставлю от себя от себя тело прозвучало как знаете определение то есть лунный колодец это инструмент который позволяет перемещаться ну вы поняли поехали дальше если ты пришла сюда через лунный колодец значит планируешь когда-то вернуться тебя все еще что-то держит на луне поэтому я не могу взять тебя под опеку и правда мудрец видит все прошу доставь это письмо адресату указанному на обороте что вы хотите чтобы достала письмо госпоже ватацуки не за что обычный кролик не имеет права приближаться к ней эта девочка стала такой великой а всегда была лидером тех кто связывает луну и землю и поскольку сейчас на луне не спокойно она ну она также лидер тех кто защищает луну например от таких как я это письмо будет кстати так что не беспокойся не забудь упомянуть моё имя когда будешь передавать его в нем описано все что уже случилось и может и что может скоро произойти дело как я скажу и с луной будет все в порядке и не только слуны это письмо должно оправдать твой побег на землю тем временем в хакурейском храме ого ты все еще тренируешься я не устал потому что спала весь день скорее не могу себе простить что меня провел тануки вот как спать хочется что в этом могло быть метеор наоборот или это переплывший водопад и ставший драконом карп нужно быть хороший знак да наверно за сегодня еще одну главу зачитаем так глава 3 алая ракета о чем думает эта молодая девушка глядя на луну о будущем генсакёй или всего лишь обменю на ужин чай подан благодарю этот чай это обычный чай или это весьма необычный чай слуга а вы его лице сако из ай и знаете я от себя еще там пару слов наверное нету роднее место чем особнячок ну ладно поехали дальше ты добавила туда что-то верно какой-то странный цвет почти фиолетовый я хотела получить красно-голубой оттенок добавив капельку монтангне блю голубой напиток как-то непривычно хотя он не полностью голубой прошел уже месяц последнего полнолуния да в прошлом месяце тоже было полнолуния не так ли ммм кстати фиолетовый по-японски юкари иро юкари иро юкари иро ну вы понимаете к чему все это а очевидно что полнолуния наступает раз в месяц ходячая энциклопедия патчи линолич ходячая энциклопедия что такое патчи ну да так и есть но что более важно прошло уже месяц этой встречи месяц назад таким образом если бы нам оказали поддержку столь могучие союзники в вашем лице мы бы наверняка смогли бы найти что нибудь любопытное хм звучит довольно интересно в лунной столице хранятся множество артефактов и технологии неизвестные генсакео мы бы хотели присвоить их себе во благо всех юкари леди юкари желает вывести юкари в генсакео из периода застоя и значительно улучить их качество жизни да неужели скрина просто хочет сдать позиции тенгу и капом с горы ёк говори как есть какой смысл становиться наемными рабами которые постоянно переживают из-за всяких пустяков верно однако жители луны не имеют слабости присущих обитателям внешнего мира внешний мир достиг невероятного уровня развития науки и техники но отстаёт в развитии духа как же плохо у нас всё капа и тенгу с горы лишь частично копируют обычаи внешнего мира они чем-то отличаются да к примеру сейчас у них есть технология благодаря которой можно играть без отдыха несколько сот лет назад леди у карри была на луне и пыталась украсть эту технологию да еще одно предисловие они пытаются украсть видеоигры ладно поехали дальше однако виду непредвиденных обстоятельств это и не удалось я бы хотел кое-что уточнить эти непредвиденные обстоятельства блин вот эти вот непредвиденные обстоятельства но она подразумевали что ее просто побили и выгнали с луны верно тогда почему предлагаете этот план снова потому что сейчас и как намного больше если мы будем работать сообща мы не проиграем на этот раз и повторю еще раз если бы нам оказали поддержку столь могучие союзники вашем лице мы бы наверняка смогли бы найти что-нибудь любопытное итак какой у нее план этой зимой полнолуние леди юкари изменит границу между настоящей луной и ее отражение в озере мы бы хотели чтобы вы проникли на луну в это время вот что мы имеем на сегодняшний день вы мне не хватит научного материала который на котором можно было бы опереться так не пойдя мы не успеем построить это зимнего похода юкари на луну а это означает что моему плану попасть на луну раньше юкари и удивить ее не суждено воплотиться в жизнь вероятно план тоже имеет определенные недостатки но на данный момент главной проблемой является отсутствие научных материалов так вот что я оказывается читаю про ту самую войну про ту самую ракету немножечко даже не немножечко но мне рассказывали про это все но теперь познакомимся в живую если бы я смогла получить какие-нибудь технические данные из внешнего мира то возможно слушаем и приказ я хочу чтобы ты достала данные ракеты из внешнего мира посмотрел они хорошо он тут это мой дом знаешь ли моричка ирина соки инертный продавец поддержанных товаров очевидно что я здесь где же мне еще быть посреди ночи кроме того разве ты не знаешь рабочий сын магазина корин да магазин редких товаров генсакио то весьма необычный магазин в котором хозяин торгуют своими находками говорят моричка ирина соки весьма эксцентричная личность на больше товаров с изъянами нигде не найти впрочем если не знаешь рабочие часы всегда можно заглянуть по особому поводу хорошо что тебе нужно меня интересуют книги из внешнего мира это похоже на особый повод мне нужны книги из внешнего мира о лунных ракетах ты имеешь ввиду проект аполлон сейчас бытует мнение что люди вообще не высаживались на луну про полон так и забыли и как результат у меня есть кое-какие материалы на эту тему ага вот ракета сатурн 5 здесь должно быть много материала о лунных ракетах если ты ищешь нечто подобное посреди ночи могу предположить что потому это потому что твоя госпожа опять достает своими может быть возможно мне взять это у сатурн 5 1 пилотируемой лунная ракета и требовалось 5 огромных двигателей чтобы долететь до луны поэтому ракета была сконструирована по трехступенчатой модели спасибо сакуя думаю мы должны сделать 3 ступенчатую ракету если хотим добраться до луны должно быть нелегко было достать такую редкую книгу дело в том что лунные ракеты сейчас считаются выдумкой поэтому было легко найти ее я думал что корпус ракеты обычный цилиндр но это не так если мы найдем цилиндр который можно составить в 3 части ракета будет готова это небольшой шажок к лунному вторжению но огромный скачок для меня не кажется взяли за строительство так сакуя пошла ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ты уже подготовила подношение получеловек полупризрак йому конпаку тем временем хаку герла Клэцки с историей не связаны А, Леди Юка Хотите перекусить? Похоже, это займет немного больше времени Если не поторопишься, то все пропустишь Сегодня же восход урожайной луны Так, клава 4 Давайте на сегодня остановимся Итак, что я хотел сказать Я всех вижу, всех слышу в комментариях Что вы пишете, давайте без рекламы и все остальное Мне реклама особо в глаза не бьет Я от нее не страдаю Но ради вас я готов сделать так, как вы это увидели сейчас Дальше Люди, которые бы читали со мной и озвучивали К сожалению, у меня таких людей нет Те, кто хочет присоединиться к чтению Пожалуйста, милости просим К нашему шалашу Кто готов с этим помочь Я всегда рад Ну, и в целом, надеюсь, вам понравится Вот эта перестройка Насчет длины Давайте читать понемножку Потому что Если заседать и читать по 2 часа Или даже час Это для меня тяжело, во-первых Во-вторых, я теряю интерес То есть я уже читаю на пофиг То есть Для меня интересно почитать минут 10-20 Мне стало интересно Я свою информацию получил Потом у меня снова просыпается информационный голод Я иду утолять его И все хорошо Я доволен, вы довольны Ну, все Давайте Не скучайте Завтра стрим Свидимся Продолжение следует...